Капитального ремонта подобного масштаба в этой поликлинике не было более 30 лет. Работы по обновлению здесь провели в прошлом году по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». Цена вопроса – 51 миллион рублей. Сменены все коммуникации инженерные, проведен ремонт косметический, капитальная замена дверей. В капитальном ремонте мы предусмотрели разделение входов. Это вход основной, где мы проходим для специалистов терапевтическое отделение. Отдельно выделено отделение профилактики и отдельно выделен вход для рентгеновского кабинета и отдельный вход для лихорадящих больных, чтобы не было смешения потоков. За три года сюда трудоустроились 30 специалистов, 14 по программе «Земский доктор». Впрочем, терапевтическая служба укомплектована на 75%. Остро ощущается нехватка среднего медицинского персонала. 59 миллионов рублей потрачено на оборудование. Особо медики отмечают появление в обычной поликлинике электроэнцефалографа. С помощью этого аппарата исследуют биоэлектрическую активность головного мозга. Электроэнцефалограф, что стоит в Кохме – разработка ивановских специалистов фирмы «Нейрософт». Татьяна Копейкина – специалист функциональной диагностики. Впрочем, освоить новый аппарат помогли специалисты «Нейрософта». Для этой системы специально выделено помещение. Если раньше пациентов неврологического профиля отправляли на обследование в город Иваново, то сейчас мы в полном объеме можем обследовать их здесь, в Кохме. Достаточно много заболеваний, которые требуют этого обследования. Врач с помощью этой системы может, к примеру, точно определить, болен пациент эпилепсией или его состояние просто похоже на это неприятное заболевание. Хороший пример, когда в первичной медико-санитарной помощи появляются такие виды исследований, которые ранее выполнялись только на уровне областных лечебных учреждений. Это очень хороший пример, поэтому сегодня вот даже в нашей Кохме, в возрастной поликлинике можно с точностью практически до 100% поставить такой угрозный диагноз, как эпилепсия. Игорь Волков отметил, в областной больнице подобное оборудование имеется давно, но в городских поликлиниках, а точнее в Кохме, пожалуй, первое. Ирина Афонина, Владимир Хмелев, телекомпания «Барс». Ирина Афонина, Владимир Хмелев, телекомпания «Барс».